дубле нету стас но у меня я даже сейчас не знаю все окей здороваемся всем привет ребята с вами витек и стас и это возвращение блудных сыновей у меня только единственное что картинка блудного сына видимо слишком сильно возвращался на мне зависла не у меня ролик вроде бы идет помните мысла стартасом играли уже у которых так это вот первая часть этой игры просто билю хире как видите два таких чувака стоят не понял куда они ушли такие да у меня там был в ролике было четыре парня тоже кто в той игре видимо два парня пошли вот в этот монастырь а другие два парня в тот но за тех двух парнями уже поиграли а эти вот два парня пришли в другое помещение и смотри кстати они находят трупы таких же двух парней вы находят но у меня были видно что и два лежащих на полу разные руки и не находят кого-то у меня только сейчас руки на я снять из полирнул немножко да а и ноги такие стоят да ботинки снимаются после этих трупов а может быть они нашли тех двоих я понял это твои руки я же тебя бросил да я сам себя порвал на две части разложил вот так вот а ты это имеешь и просто разлегся грамотно как я так тоже было различить чтобы у меня разворотил эти как я так с руками книжки есть вау я туда игра графоний действительно такой вот прям прям как в хохлайфе в первом моя рацию нашел хохлайф как его назвал астас как слышно меня надо говорить не забывай через раз или ты еще не нашел раз а у меня же отключен звук бивы что ну я имею ввиду что мне отключено вот нашел а рацию нет она есть ну найди рации сначала потом будем общаясь и квест какой опасный еще должен здесь что-то искать я карту нашел ну как и в первой части здесь все темно и ни черта не видно я вижу книги а вон нашел рацию все на посвечивается здесь сенсат такая сумасшедшая и да 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 ну не нашел 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 только как на как общаться конечно в слышно хорошо я не слышите через раз сорян слушай но у меня закрытая комната и здесь видим эти битвензе яс как это типа или эйс и может быть типа глаза о глаза какие-то а я у меня тут руны какие-то есть тасс какие-то на стенке ой никто из них светится мне еще на книжках были руны сейчас эти скажу какие ровно надо жать две руны как буква т только у нее верхние полочки или закруглые такие вообще похоже как будто сверху задница и из нее льется что но я понял по нашему по пошлому у меня тут несколько таких так я не могу понять где это все использовать медвенди здесь кардио с глазами а что-то не покати другие тоже зажглись может не какие-то руны нажать надо вот и китру нажима я могу нажимать их ты мне должен сказать очередность нажатия рун так я понял так а мне тут какие-то глаза треугольник и вот эти руны нарисованы так но у меня есть а вот сколько там тярун по количеству сколько раз два три четыре пять шесть девять рун так у меня есть раз два три пять здесь на книжке я вижу несколько на тебе надо как-то очередность понять мне нужно какой-то очередности их прожимать я конечно могу перебором это сделать на это долго раз а пенос тут и наш рисунок пеноса пять штук пять вижу здесь пять пеносов в какой дом мы попали объяснить я я вижу книги у меня книги разноцветные они во первых разного цвета больше разноцветные книги естественно логично логично да и они как бы на них пять символов на каждом ну то есть на у меня сомневаюсь у столбы рядом с этими рунами на одном столбе синий камушек вставлено на другом зеленый может тебе это чем-то поможет но вот у меня есть например зеленая книга так и вот на зеленой книге есть несколько символов пять штук отлично вот те нужны синие зеленые символы видим не произнести а синяя книга есть синяя книга тоже была я тоже видел здесь синий вот давай начиная синюю книгу и какие там символы рисуй говорят голова котенка типа головы котенка так конечно по трюгу какая это не треугольник отра понял он буквы м до звук выхами там не просто буква м там твоим еще две палочки да как бы ушки все я понял дальше а или или просто голоками не просто как буква им они просто буква им а есть буква им она короче голова котенка как будто она она еще наш как будто лежит на палочке ну типа кризис горизонтально палка нарисованная на ней голова котенка можно так сказать не понимаешь как если если к соединить букву х соединить вместе и перевернуть ее на бок положить но попу но представь голова голова котенка да то есть это ромб с ушками в ромб с треугольничками это голова котенка а вот где у него морда да грубо говоря вот этот носик там не носите подбородок котенка там палка горизонтальная поверхность может так сказать просто горизонтально фото у меня такого нету так дальше тогда есть у меня пеносы есть ну там пенос ты сразу узнаешь пенос есть там у тебя на синем буква буква л а в ней буква т это как буква такая л за гагулями скоками тоже пенос у меня нет такого так ладно давайте на следующий симон это как бы как сказать это даже я даже не знаю как это назвать это как будто бы холм ну так у нас представить это холм такой холмик и из него торчит палочка на конце шарик я не знаю даже к этому у меня нет такого стас так ладно хорошо подсвеченки есть которая написана ответы лгут the answers а ответ лжет the ends of the lies ответ уже что это значит а я не знаю а у меня на книге написано between the eyes тоже видимо что-то зима с глазами может быть у разных книг разные названия смотри есть книга там где the answer lies ответ лжет тут есть кстати не какой-то текст на английском не сказали скажи церковь стасу цвета у него должны быть на плакате такие же но у меня есть глаза у меня есть глаза например да вот синий красный глаз зеленый зеленый и вот я же сказал ну у меня их просто много понимаю что тут глаз где-то я не знаю сколько раз два три раз два три раза 9 штук с одной стороны 9 штук с другой стороны и они разноцветные все синий и зеленый а понял все синий они одновременно те синий и зеленый до два глаза синий и зеленый у меня есть и не зеленый буква л обычная буква л и буква м дво символа наша русская л и наша буква м но они с все получали так долго думали и наконец-то одумать так много предметов следующая комната у меня что-то закрылась что-то тикает меня что такое чувство что я буду находиться только в этой комнате а ты будешь передвигаться по той поэтому ты даже если у меня лоба а я библиотека куча стимволов вот этих вот с пеннисами как ты говорил так у меня какая то есть на полу пентаграмма дикая но она ничего не дает так что зачитает меня раздражать что-то тикать у меня есть куча кнопок вот про эти твои пеносы как ты говорил еще не как-то выглядит у меня есть еще картина на которой нарисован типа цапля какая-то с черепом с людским человеческим черепом и поднять три кнопки но я не вижу до них помни чула написано просто три кнопки пустарей сопли с человеческим черепом не нагрылые человеческий череп да на голове так понял и чёт картина у меня есть картина сапле человеческие черепом они найдены зарисовано три символа какие а Ага, все, говори, как я. Черепашка, вид, сверху? Да, черепашка, вид, сверху. Будто я тут раздавил ногой черепашку. Да, и она как бы... От платформочки на какой-то, да? Да, 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 как будто она как это, как трофейная черепашка. Раздавленная. Потом ее такой... Я не знаю, как это назвать, типа бокал. Ну, представь, будто бокал вина. Бокал вина. Только у него ножка... Ножка треугольником, да? Да, 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 смейный, типа язык. Бокал как бы сдвоенный такой, там, бокал, а вокруг него кольцо, полукольцо такое еще, да? Ну, типа того, да, но такое, знаешь, как два даже, как будто полукольца такие. Больше ничего на бокал похожего нет. Ладно, ставлю его. Так, и еще одно. И еще давай. Я даже не знаю, как это назвать. Представь, будто это человечек, который сидит, знаешь, в такой позе, типа у него руки... На диване? На диване, да, как будто он, знаешь, такой... И хвост у него закругляется такой. Да, 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 да. А вот мне сразу поняла. Хорошо. Ну, мы же там, по-два, засунули. Что-то произошло. Вот эти три символа. Так, что произошло? У меня часы затекали быстрее. Так, смотрю, у меня еще одна есть сапля, которая... У меня еще одна есть птица, их две разные, с головой-черепом. Разные? Да. Одна, короче, такая, типа, с перепончатыми лапами. У тебя с перепончатыми лапами? Нет. Такие, как у курицы. Они как бы даже сросшиеся две лапы такие, знаешь. Не, значит, я все правильно назвал. Я назвал именно ее. Так, значит, скорее, наверное, мы где-то облажались. Так, черепашка раздавленная. Здесь что-то похожее еще есть на черепашку, но это даже... Не-не-не, черепашка верно, все правильно. Черепашка на стойке. Годи, черепашка с кружком сверху, да, таким смотреть? Да-да-да-да, ну, как маленькая черепашка такая с перекрещенным панцирем, и она будет на стойке. А, в каком расположении эти? Слева направо или справа налево? Я тебя называл? Да. Я называл просто беспорядочно. А нужен порядок. Порядок? Ну, значит, справа, получается, черепашка. А, вот что. По центру чувачок, а бокал слева. По центру чувачок. Вот в этом наша ошибка была. Я просто думал то, что как бы тебе разницы нет, я поэтому называл. Ну, там ты как бы по-другому типа его, все. Все, сработало. А то мне тут часы начали тикать, я уже перед запаниковал ним. У тебя там, может быть, что-то должно было произойти страшненькое. Черт, меня опять захлопнули. Так, у меня какой-то спуск вниз есть. Темноватая игра, да? Да, вообще темноватая. Пипец, меня глаз выколешь. Пока уж разглядываешь. Я тоже общаться. Зайду. Здесь наверняка есть яркость. Есть яркость. Шрифтом слово оранж, оранжевый. Так, у меня тоже, кстати, вода. Даже не фиолетовым, я не знаю, таким розово-ядреным. Фиолетовым, да. Может, что-нибудь примени куда-нибудь. Вот так может быть. У меня здесь три вентиля. Слово оранжевый, фиолетовым шрифтом написано. У меня есть три вентиля. Красный, желтый и голубой. Внизу. Которые крутят именно в воду. Красный и голубой как раз таки будет фиолетовый. Красный и голубой будут фиолетовый, да? Ну да, в принципе. Оранжевый это красный и желтый. Значит, два раза красный покрути. Что-нибудь придумай. Что там с ними можно делать? У меня, я тут уже под люстрой. Опа, молодец. Что ты сделал, расскажи. Ну вот я покрутил красный и желтый и синий. Ну не сразу, не как бы. Вначале покрутил желтый, потом два раза красный, потом синий. А, ну значит, все, я тебе правильно подсказываю. Фух, хорошо, что я такой умный, а? Вообще капец. Сам себя не похвалю, как обосранный стою. Есть такое выражение. Да ладно, ты знаешь, что я шучу. Ты этот, ты свече просто у тебя. Я понял. Я свече, да. Так, ну что? Надо искать новую комнату. Я куда-то пробрался дальше, у меня здесь надпись. Bring down the guiding light. Принеси вниз направляющий свет. Я не знаю, как это перевести. У меня какой-то туннель в одно, в один конец, в друг конец. И тут, ой, разветвление. А у меня... А я вообще не вижу куда-то еще выхода. Пока, по крайней мере. Я могу тушить факела. У меня тут много разных стеночек, и на них факела я могу тушить. Так, я пытаюсь найти новый проход какой-нибудь, но я нового не вижу. У меня есть старый. У меня есть упоротая собака, которая, как-то канделябр. Если увидишь, сразу поймешь, о чем я. Собака-канделябр. Я спустился в подвал, где мы с тобой дергали вот эти вот вентили, и больше я ничего не вижу. У меня вообще какие-то катакомбы длинные, а у меня есть какая-то решетка. На ней синий камень в нее вставлен, синий. Я сюда сейчас прошел. Возможно, тебе нужно что-то мне сориентировать по поводу цветов. О, боже, я провалился под карту. Но тебя должны куда-то забросить, наверное, обратно. Кастас. Я упал, я лечу, я вижу солнце, я вышел. Я вышел из замка. Я сломал игру, походу. Сорян, ребят, я не хотел. Я могу какой-то фильм посмотреть. Ну, это потому, что я провалился, и ты остался один в замке, ты проиграл. Нет. Я ушел. Нет, у меня игра продолжается, я до сих пор бегаю. Жалко. Я так понимаю, у меня там лабиринт какой-то. Типа, где-то на каску, как мне этот лабиринт проходить. А, вот же лестница есть. Но я не знаю, как мне продолжат проходить лабиринт, потому что я... Я, знаешь, как в том анекдоте, бабушка, я опять летал во сне. Ага, и улетел, да? Я не бабушка, я твой нарколог. Судя по всему. Ну, интересно, долго мне лететь, когда разобьюсь? А ты до сих пор летишь? Да, попробую, я не знаю, ты можешь как-то там... Ну, что-нибудь попробую-то не захлебнить в этой... А у меня ничего толком нет. Да, я могу только под... Я буду сейчас фильм смотреть. Фильм смотреть? Не, ну ладно, надо тогда рестартить, а то, видишь, я что-то пробую. Я знаю. Извини, Стас, придется заново. Нет. Оставить партнера умирать. Нет. Блин. Не, забавно, весело, в принципе. Все так же круто. Так, значит, ты в лабиринте. У меня есть карта, на столе лежит. У тебя лабиринт прям. Так. Да, ну говори. Я вот вошел через ворота с белым... Так, это не та карта. Воротка с белым ромом. Что, что здесь не та карта? Но у меня там есть карта, она обычная, не похожа на лабиринт. Это обычная карта. Понимаешь? Ну, типа, карта библиотеки, типа того. Может быть, это она и есть. Не особо я уверен, что это она. У меня вот тут есть... Так, подожди. Подожди, секунду, я поставил. Сейчас, Стас, там YouTube местный включит. Так, как включить-то, блин, это... А, вот что-то где-то было. Не могу решить. Это она и есть. Ну-ка, Стас. Витя, яркость увеличит. Ты и так уже увеличил. Куда больше? Больше, что? Да, е-мое. Ты будешь крутилку-то крутить? Или я не поставил бобину? Ну, там просто карта, как бы, да, на стиле лежит. Не бобину поставил. Какие ты, Гриш, ворота? Беленькие я прошел. Но у меня тут вообще ворота никаких. У меня есть налево и направо. У меня тут нет никаких ворот. Это просто обычная карта, которая показывает... Это, как сказать, может быть, конечно, она что-то... Я тебе сказал, что ворота, может, и не надо их учитывать. Не знаю. Я вот пришел, у меня тут на полу восьмиконечная звезда. Ну, типа, как стороны светлые. Угу. И одна из них красная, я так понимаю. Либо просто подсвечена так, идиотски. Ну, значит, это не та карта вообще, потому что тут таких символов-то даже нет. Ну, вещей, я не знаю. Я больше не... Раз сам изучать машину, я могу... Так, говорят, где-то рычаг какой-то на втором этаже есть. Пишут, ребята, тебе такое. Да. Эти ребята постоянно тебе подскажут. Читом у тебя за... Ну, ты же скажи хоть что у тебя там... Подсказывают эти ребята. Они же все не с удовольствием. Скажи, что у тебя нет. Так, я рычаг какой-то нашел, я его дернул. Он... Так. Вот обратно я его обратно поставил. Так, ладно. Один рычаг я какой-то верхний нашел, я его дернул. У меня есть старый, как проигрыватель бобин. Видео, да? То есть я могу... Говорят, рычаг активирует карту. Я не знаю, что это значит. Карту активирует. А карта-то где находится? Ладно, сейчас посмотрим. А то сейчас, ребята, сейчас все наподсказывают. Потом, что потом смотреть будет, играть будет неинтересно. Может, она в этой комнате? Там тоже была какая-то непонятная. Нет, тут ничего нет. Сейчас я найду. У меня... Говорю, я думал, что может быть на бобине на этой есть... А, да, смотри-ка. Точно активирует. Ты смотри-ка. Так, что там тебе? Ну, расскажи. Ты зашел через белые ворота, белые ворота. Ты сейчас тышь в коридорчике? Ну, да. В маленьком, узеньком коридорчике? Нет, он широкий, Стас. Ну, мало ли вдруг. Но тебе надо пройти. Прямо. Прямо налево или прямо направо? А, ты уже, значит, вышел на перекресток из этой комнаты? Так. Ты вышел на перекресток, правильно? Вышел, вышел, вышел. Вот. И ты сейчас смотришь, получишь, знаешь, куда. А у тебя что там указано? У тебя какие рисунки там по концам света? Тебе куда надо идти-то хоть? А, они вон говорят, куда. Ха-ха-ха. Это ты мне должен сказать, куда идти. Не, ну ты просто говоришь, что там у тебя нарисованы красный, там что-то синий. Я поэтому тебя и спрашиваю. У меня ворота белые. У меня. Попробую пойти направо. Направо иду. Так, еще одна развилка. Ой, какой-то рычаг вижу вдалеке. Синенький. О, ты его активировал, у меня карта пропала. Я его не активировал еще. Видимо, карта, значит, на время. Так, хорошо, я дергаю рычаг синенький. Что произошло? Что-то загудело. А это, походу, дверь, наверное, открыл. Я так предположу. Ну, я не знаю, что-нибудь произошло. Так, вот, ты вернись обратно тогда и иди наверх. Наверх? Подожди, смотри, смотри. Они, вернись обратно. Вернись там, где была белая-белая дверь. Так, возвращаюсь. Теперь ты идешь налево. Так, вместо того, что он направо, дойдешь налево, поднимаешься выше. Ну, то есть, там ты налево, у тебя будет... Направо, да. Да, у тебя будет проход направо, ты поднимаешься направо. Ты даже видишь, что здесь лестница есть, да? Да, да, там лестница. Хорошо, иду. Там кто-то прополз. У тебя будет проход налево по лестнице и направо. Тебе надо направо. Окей. У тебя там сейчас должна быть дверь синяя. Да, синяя дверь. Она у тебя открыта? Да. Все, ты заходишь в комнату. И там у тебя должен быть зеленый рычаг. Вижу, да. Жмакай же рычаг. Так. Теперь тебе надо вернуться обратно. Куда? К тому рычагу синему, у которого ты был. К синему рычагу. Только тебе надо будет уже не через рычаг идти, а идти... А хотя, подожди, наверное, придется рычаг еще раз сдернуть. Я предположу, что тут как бы есть две двери на карте. Одна прозрачная, синяя, а другая заполненная, синяя. Рисунок. И вполне возможно, рычаг активирует либо ту, либо ту дверь, короче. Типа того. Ты вот сейчас открыл вот эту, чтобы открыть зеленый? Ну, открыл зеленый. Рычаг. Синий рычаг надавлен. А ты можешь его обратно? Давай, попробую. Да. Теперь ты идешь... Так, подожди, секунду. У меня опять пропала карта. Сейчас я тебе подскажу. Вот ты зеленый... Синий рычаг ты дернул. Теперь ты выходишь из этой комнаты, из этой комнатушки. И идешь направо. Окей. Там типа тебе ты прямо, потом еще налево у тебя спуск. Да, налево лестница. И опять здесь дверь. Опять тоже синяя. Так, синяя дверь открытая, да. Все, ты заходишь сюда. Направо идешь. Лестница, да, направо. Да-да-да, направо. И у тебя будет там зеленая дверь. Где? А, вижу, да. Вот там зеленое. Открыто. Не в нее проходить? Да-да-да, тебе в нее надо пройти. Там у тебя будет розовый рычаг. Ага, есть, да. Теперь ты идешь и жмакаешь в розовый рычаг. Ну, нажал. Теперь тебе надо вернуться обратно к зеленому рычагу. Это, то есть, тебе надо будет сейчас выйти, ты сейчас выходишь прямо, ну, то есть, выходишь из двери, идешь налево. Угу. Там будет у тебя лестница. Спускаешься вниз, ну, то есть, я не знаю, кто стоит налево, получается. Ну, для тебя будет налево. Да-да-да, после лестницы налево, потом вниз, получается, направо, вниз. Так, так, так. И еще раз направо. Так, я к синему рычагу вышел. Да-да, тебе надо идти обратно. То есть, ты сейчас уже возле синего прям рычага. Да, я уже около синего. Так, ты в этой комнате находишься, где синий рычаг? Да. Тогда ты выходишь из комнаты, идешь налево. Ух, как далеко. Обязательно дружим, подожди, 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 не-не-не-не, обратно вернись. Ну, я в начале сейчас. Иди к синему рычагу и дерни еще раз его. К синему, а, опять открыть его? Да-да, потому что там сейчас та дверь будет закрыта. Угу. Все. Теперь я опять к зеленому, да? Да-да-да, идешь к зеленому и тоже надо будет дернуть его. А зачем так? Ну, ты идешь прямо, получается, да? Проходим осенним. Так, смотри, ты, получается, от белой двери, где ты начинал, да? Ты идешь налево. Направо по лестнице. Потом направо, да, выходишь направо по лестнице, наверх, потом направо опять и вверх. И у тебя будет оборота, дергаю его, да? Да, дергаешь его и идешь сразу же через зеленую дверь, там у тебя в комнате будет лестница, наверх. От рычага налево, слева прямо от рычага должна быть лестница, наверх. Прямо слева от рычага, лестница наверх. От зеленого рычага? Лежу, да, да, зеленую дверь, прохожу. Да, да, проходишь в нее и сразу же налево. И красная дверь, все, да, да, и все, на вышел. Чекпоинт Ричд. Отлично. Я не понял, как ты это сделал, но ты это сделал. Я в зиме. Я замерзаю. Так, теперь что-то надо другое делать. Здесь шахматы. Так, я переж... Какие-то... Что происходит? У меня шахматы, у меня какой-то есть рычаг с красной лампочкой, что-то какая-то динамомашина типа. Я не знаю, как это звать. Так. Что происходит вообще? Так, я пытаюсь понять тоже, кстати, как мне надо запу... Может эта дверь откроется? Я что-то запускаю тут. Я завел где-то какого... Двигатель завел. Так. Я что-то покрутил, Стас. Стас, может у тебя что-то открылось? О-о-о-о-о-о-о-о-о. Я могу теперь крутить киноленту эту, прокручивать ее. Отличное. Я тебе электричество подал. О, у меня фильм пошел, фильм пошел. Тебе нужно ведь... Там шахматы? Шахматы, шахматы, да-да-да. Вот, тебе нужно сказать, что там происходит. Так, белая фигура идет на... белый там много это элементарный мастер страны белый смотри у блин кода окончательно так смотри у тебя тебе надо сходить блин я не помню цифру правда сейчас я же черный белок смотрю давай я понял какой пешкой по номеру сейчас я тебе скажу еще раз посмотрю я просто группа номера 12 так я вижу а б в б б д 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 на 4 до 4 и би си диены на получается е е4 ты просто скажи по цифрам какая она слева направо все что тут не рассказываешь здесь и замутаем так же проще будет не там же в 2 горит там же 2 эти самых обид по двум параметрам так но она по счету раз два три четыре пятое по счету куда на 2 вверх находит хорошо дальше что дальше ты ходишь ладьей слоном на получается по белой 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 а тебе над и черный тоже ходить я не знаю я спрашиваю а черные за тебя не ходят нет значит тебе надо черный ходить как сказать встать параллельно пешки но то есть точно 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 так же на черную пешку поставить и песни тут у бимирс почти уже попробуй поставить черную пешку там наделать дело дальше что дальше ты слоном ходишь белым слоном который находится справа право от короля до справа от короля да ты и морешь на так сказать но уже по горизонтали ходит получать по диагонали да по диагонали на по диагонали идет по диагонали параллельно пешки своей белой ставишь все рядом но нам все понял дальше так подожди сейчас включу я не могут электричество кончилось меня сейчас замерзнет весь экрана я сдохну а у теле 3 число нет меня не можешь подать я не могу посмотреть а все все могу могу извини 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 там надо было крутилку все развернуть дальше черные будут ходить черные идут у нас че подожди у меня видео подходит до этого момента черный двигает пешку пешку вторую пешку слева получается вторая пешка слева на один ход всего лишь вверх ну то есть это понял короче черная пешка вторая слева слева на один ход облом что-то не так сделали а вторая пешка с пешка слева откуда смотреть надо было но также как ты смотрел с поля ты же со стороны белых смотрел я нифига уже не вижу я так замерз что кипец так еще раз пытаюсь восстановить это сюда пятая пешка белая ходит на две клетки там еще много ходов после этого но там нормально там ходу штук пять еще о все я тогда не успею я не смогу я еще не той пешкой пошел по ходу дела так надо рестартить я просто уже не вижу у меня тут залипает весик а ты можешь выйти куда-нибудь по греции например нет да нет я вот именно на этом просторе больше не смещу витя грейсик кричат я не знаю где тут греться и чё ты ты не умираешь ничего не происходит же попробуй греться арт попробуй расставлять там где-то тебя не вижу уже понимаешь может залететь все снегом может действительно там есть место где погреться я не вижу где погреться ни момент здесь просто нужно очень быстро все это дело отреагировать и раскинуть ты про пешку пар 2 говорил как с позиции белых смотреть когда-то с позиции белок я думал ты с этой точки смотришь я говорю по цифрам то проще ориентироваться то есть а а4 сейчас пока координаты все выстроим а у тебя там не прописаны координаты по диагонали по вертикали ну на доске на самой не написаны где походу окончательно замерз я вообще в мерзаве ты не нашел место где можно погреться а расставлять как я пытаюсь пешки грибить ну в принципе пока подвину то что там было ну это пипец вот а значит она сходила да получит у тебя пешка да дальше идет королева белая королева идет королева идет заднюю куда найдет она идет по диагонали по диагонали на три клетки вправо с она упирается в край доски не 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 в край подожди на то есть я понял она как пешка нет неправильно там не сказал она встает вот как она встает прям возле ну как бы рядом с пешкой между пешкой белой который ты первый ходил и между пешками которых ты еще не трогал типа на между ними стира я сдох видим розы т.д.с. ретрай фронт чекпоинт но видимо я что-то не очень-то хорошо объясняю мне проще было бы невозможно пойти назад потому что там дверь закрыт а не просто нужно быстро работать мне было проще объяснять там типа а4 там у тебя написано а там дня но у меня цифры то написано а вот буквы нет хорошо цифры это что у нас будет цифры это получается вертикаль но пока ты электричество не подашь я не могу ничего жмак цифры по вертикали расположены то что это это номера строчек ну так подожди мне бы посмотреть на доску я выйти мог бы сказать на электричество нет или походу иди и джей так ладно врубай электричество поехали ох уж это замерзание а ты походу не можешь запустить до электричество пока это сам не выйдешь да на улице на запустить электричество держи через те же ходы будут еще посмотрим может быть нет потому что тут наверняка ну там от элементарный модели входить сейчас не могу но практически элементарно это надо еще покрутить все вот теперь могу я жду я прям уже жмак рюса есть электричество есть я почему-то не могу запустить может надо было бобину принести ада бобина лежит но он а на столе е-мое это до этого и поставил так все виде вку запускающий посмотрим сколько ходов уходов там немного было там в принципе с красным сторон пар все пока все точно так же вообще прям идентично ходят так куда королеву должна пойти королева должна пойти на так ай би си ди еф на f3 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 ага белая королева потом конем ходишь там где ты пешкой сходил пешка черная которая вышла у тебя не на две клетки а на одну которая да я моргода и конем скажу если смотреть со стороны правых то справа от пешки ты должен его поставить так ты не скажи один или три я подожди я тебе скажу не месяц запуститься там получается конь ходит на на ныне носить на c6 хорошо дальше белые белые ходят я подожди честно нас ходит королевах идет на на f 7 бьет фигуру что бьет фигуру добьет фигуру и ставит мат все как-то мат уже да 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 и жутом к липтом не такое большое количество ходов там элементарный мат но практически элементарно детский мат господи но не детский детский когда там в 3 хода ставится ну да ну все ладно я сейчас примерзну тут все так ли в тепло зашел все я в тепло пустили допустили в тепло здесь опять членники нарисован в книжке сейчас возможно статьи надо будет как можно может быть прервемся да 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 мы так с тобой походу уже много сняли да нормально так уже поснимали к штамм вырезать есть что ну ладно дошли ребят мы до очередной комнаты со стасом как видите эта игра все так же великолепно как и вторая часть прикольно можно правда под залипаешь немножко тут ничего нет кстати какая-то пол и видимо здесь нужно как-то пройти чтобы тебе не завалило тут платформы 5 на 5 такой квадрат гигантский опять на 5 квадрат и нужно видимо как-то по каким-то платформам идти а а некоторые наверно будет рушиться да то есть даже понимать куда до валит хитро хитро это будет ребят уже в следующей серии невозможно стасу должен рассказать это здесь символы а он не должен где-то там что-то включить где-то увидеть и рассказать что 5 на 5 вполне возможно там пинасы же вот эти книжки и символы лёшка донат прислал прикинь алёшка молодец надеюсь ребятам вам понравилось сейчас подожди ладно чё прощаемся да те спасибо за внимание ребятки прикольная игра все таки интересно же смотреть как мы это решаем и главное понимаете вот вы мне сейчас посмотрите видео или у стаса и вам теперь хочется посмотреть у второго потому что вы не видели как происходило всего другого то человека а локации совершенно разные местному будет интересно посмотреть какие были локацию видите потому что но у меня вообще я я не выхожу практически из там трех-четырех комнат а у него прям путешествие целое да так что смотрите в описании будет ссылка на арсона стасовое видео я так понимаю может быть даже в комментариях я ее добавлю остаться соответственно сделать также со своими ну не забывайте подписываться колокольчики жать делиться с друзьями этими дочками пусть тоже порадуются подумают какие же они идиоты я пришел это в два раза быстрей да так это делают я знаю самоубеждаться тоже надо уметь самоутверждаться смысле все всем спасибо всем пока всем пока